Друзья мои, мы начинаем нашу трансляцию, нашу вечернюю трансляцию, нашу ночную трансляцию, посвященную местам силы. Немножко настрою видеоперископа, надеюсь, что так будет лучше. У меня наконец есть микрофон, отличная вещь. И, соответственно, есть такой интерьер, есть все необходимые атрибуты для того, чтобы начать нашу трансляцию. Я думаю, что вас это заинтересует, вам это понравится. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это места силы. Места силы, путешествие по местам силы, использование практик на местах силы, куда можно поехать и куда я планирую, куда приглашаю вас. Значит, первое, что скажу, для меня места силы – это не нечто ритуальное. То есть я сторонник реальных переживаний. Так, вот у нас появились гости. Итак, приветствую тех, кто с нами. Слушайте. Так, о, вижу, Лена присоединилась. Отлично. Ой, спасибо, Леночка, милые сердечки. Пригласи еще кого-нибудь послушать, кто любит места силы. Может быть, кого-то это заинтересует тема. Итак, меня зовут Артур Разумов. Сегодняшняя наша трансляция посвящена путешествиям по местам силы и, собственно говоря, тому, что там можно делать, а также тем путешествиям, которые я планирую в этом году. Сразу скажу, что по моему плану у меня есть обязательное одно путешествие на настоящее место силы. Настоящее место силы – так, не очень хороший звук. На настоящее место силы, которое находится в Карелии. Значит, чем отличаются настоящее место силы от ненастоящих, я сейчас тоже расскажу. Значит, первое отличие – это то, что если вы приезжаете на настоящее место силы и просто приезжаете, то вы начинаете что-то ощущать. Входите в особое состояние, то есть в состояние, которое специфично именно для этого места силы. Если вы достаточно чувствительны, то у вас возникают буквально физические ощущения, буквально вот абсолютно реальные ощущения в теле. И вы каждый раз, когда приезжаете в это место, вы видите одно и то же стандартное ощущение. Таково, например, то место силы, куда я вас приглашаю в Карелию, на гору Ваттавара. Поэтому, соответственно, я и отношу его к разряду настоящих. В чем заключается, собственно говоря, настоящесть этого места силы? Вы получаете некое однозначное переживание, которое не инициировано вашим собственным сознанием. Вы его не придумали, вы не проделали специальных практик, вы всего лишь просто оказались в этом месте силы и обратили внимание на ваши телесные ощущения. И вот эти ваши телесные ощущения вам вы распознали, что вот буквально можно сказать так, что если место силы достаточно мощное, то вы просто-напросто даже закрытыми глазами скажете, что вот оно. То есть я его узнал, можно узнать с закрытыми глазами. Не нужно обладать какой-то гиперинтуицией, достаточно просто пронаблюдать, что вы будете чувствовать. Второе – это то, что вы будете в особым измененном состоянии сознания. То есть первое – это обязательно какие-то физические ощущения. Ну, просто физические ощущения могут быть в жару, когда жарко, в холод, когда мороз и так далее, в трубке, когда влажно. Это тоже физические ощущения. Здесь физические ощущения связаны с определенным измененным состоянием сознания. Поскольку я занимаюсь эзотерическими практиками, для большинства из них очень важен навык, способность входить в измененное состояние сознания. Соответственно, если у вас это получается, вы получаете рабочую практику, рабочее состояние, в котором вы можете выходить в астрал или выходить из тела, если говорить правильнее. Вы можете чувствовать какие-то тонкие энергии, вы можете работать с собственным сознанием, вы можете видеть, слышать, чувствовать то, что вы обычно не видите, не слышите, не чувствуете. Вы можете работать со своим прошлым, будущим и возможно с тем, что присутствует. Обычно на местах силы, если это такое, например, природное место силы в Карелии, там присутствуют местные духи и духи стихийные, о которых я уже вчера говорил в трансляции. И вторые духи – это духи тех, кто там когда-то бывал. Можно предположить, что это шаманы, можно предположить, что это какие-то маги, а может быть вообще те, кто были еще до шаманов. Потому что, например, место силы в Карелии, на которое мы с вами поедем, там мегалиты возникли и вообще это место сформировалось как место силы задолго до появления еще даже шаманской культуры, которая считается самой древней. То есть первые буквально пиктограммы, которые мы наблюдаем в Карелии, это где-то в районе Пегримы, это острова, остров Пегримы, туда тоже можно съездить. Вот там есть реальные пиктограммы. Вообще на русском севере пиктограммы можно найти. Так вот, происхождение товара, как место силы, оно еще древнее. То есть камни оказались в определенном положении, поставленной еще до момента, когда появились вот такие вот следы культурной деятельности. Потому что пиктограммы это изображение, для которого необходимо некое воображение, некое моделирование реальности и некая даже магическая работа с реальностью. Итак, есть места силы, где вы оказываетесь и эти места силы, скажем так, они не включаются без вашего участия. Таковы, например, большинство религиозных храмов. То есть известно, что они, как правило, ставятся на древних местах силы, которые использовали язычники. Но вот вы пришли в храм, и если вы не настроились определенным образом, не настроились на нисходящий поток, не открылись, вы можете ничего не почувствовать, но зашли в помещение. Конечно, если говорить про фэн-шуй, говорить про киноэстетику, если ваше ощущение, чувствительность ваша достаточно развита, то вы скажете, что в одном храме вам хорошо, в другом плохо. Но это еще не место силы, потому что место силы – это явное, повторяемое физическое ощущение, не зависящее от вашей настройки, плюс измененное состояние сознания. Вот это вот некая такая очень важная связка, некое состояние, в котором вы можете работать со своим восприятием. То есть это благоприятствующее для работы с вашим восприятием. Я планирую поездку на место силы в Карелии, на реальное место силы Горводтовара осенью, вот это начало сентября, то есть весь сентябрь. Даты пока не зафиксированы, я думаю, что зафиксирую их где-то начиная с февраля, начну сбор группы. Практика показывает, что группу нужно собирать чем раньше, тем лучше, потому что люди планируют лето буквально за полгода. И, соответственно, мы будем назначать даты, в какие примерно даты, в какую примерно неделю мы поедем. Это будет сентябрь. Сентябрь – идеальное место, это ягоды, это еще тепло и нету мошкары. Соответственно, можно сосредоточиться на эзотерических практиках. Ну и давайте мы немножко развлечемся. Перегрузим наш ментал. Перегрузим на аудиальное восприятие, звуковое, фоновое, которое также связано с нашей темой «Место силы». Это маленький такой презент. Давайте развлечемся. Секунду. У нас все под рукой. Так, да, это орган. Продолжение следует... Вот для того, чтобы активизировать, например, камни на вотоваре, такой низкочастотный варган, а также бубен. Мы сейчас не будем бить бубен. Мы оставим эту трансляцию, отдельно посвященную работе с пробуждением энергии через звуковые практики. У нас будет, думаю, дневная трансляция. Тогда я немножко постучу в бубен и покажу, какую вибрацию это все дает. Вот эти два традиционные магические инструменты шаманские, это варган и бубен, они позволяют войти в резонанс, настроиться иногда и пробудить вибрацию, в данном случае, магических камней. Но, напомню, магия товара – это большой секрет. Мы не можем сказать, что это. Кто поставил эти камни, можем строить догадки, можем выходить по страу, пытаться взглянуть в прошлое, но не можем сказать, что это было на самом деле. То есть, нет у нас доказательств, нет у нас видеозаписей культурной деятельности. Там не велось. Это камень, сразу скажу, гранит. И под ногами гранит. И, в общем-то, деревья растут на камнях. Как в одноименной фильме на камнях растут деревья. Здесь есть мох и огромные глыбы, огромные камни, которые, кстати, вы можете видеть по интерьеру, сзади меня, собственно говоря, интерьер товара. Так это примерно выглядит. Когда вы там находитесь, это неизгладимые впечатления, потому что, я уже говорил, что физическое ощущение особое, соответствующее именно присутствия на товаре, на товаре, и определенное измененное состояние сознания. Вкупе вы получаете очень, это очень круто, это очень мощно, и можно делать самые разные практики. Люди приезжают туда, ну, традиционно, да, вот самый один из таких забросов, загадать желание, чтобы оно исполнилось, изменить жизнь. Вот вместо силы товара работает как усилитель. Вы приехали, вы сказали, а потом это начинает в вашей жизни происходить. Шутить там нельзя, ну, так, по-плохому, да, то есть что-нибудь такое негативное, вы туда не притаскиваете. А то вы как эхо получите. Получите некие такие изменения в жизни, если вы выписываете там негатив, этот негатив может, конечно, вас и в процессе так покорябать очень усиленно, вы почувствуете, как он пройдется по телу, ну, и может выписываться после того, как вы вернетесь домой. А вот позитивное намерение на выстройку, на наполнение силой, на реализацию каких-то планов, ну, просто отлично. В этом смысле вот товара подходит. Хочу сказать, что настоящих мест силы не так уж много. Мы можем разделить места силы на природного происхождения. Их, конечно, значительно больше, поскольку есть всякие там остывшие вулканы, там какие-то природные аномалии, там выходящие газы, особые там высокие места. Любая гора более там четырех тысяч метров, ее можно назвать своеобразным природным местом силы. Для человека он получает измененное состояние сознания чисто физически, физиологически. Но как бы есть места силы, которые либо непонятным образом возникли, либо были непонятным образом созданы. Вот как раз вот товары к ним относятся. Понятно, что это не возникло само по себе. Если вы там окажетесь, вы сможете в этом убедиться. Таким образом, камни не могут быть поставлены. И самое главное, вы настраиваетесь на эти камни, и вы чувствуете, что в них что-то есть. Существует масса мнений. Одни говорят, что это объем информации. Кто-то говорит, что это настроечные маяки, называют даже космические частоты на какие-то там звезды, созвездия и так далее. Ну, в общем, кто во что гораст. Хочу сказать, что для меня это тайна, с одной стороны. А с другой стороны, это возможность войти в особое состояние, которое нигде в другом месте я получить не могу. И вот это переживание, оно ценно само по себе, даже если не пытаться заполнять его какими-то смысловыми аспектами. И настолько оно ценно, что я использую некие физические якоря, позволяющие мне лучше возвращаться в это. И вот одним из таких якорей является родник на вот товаре. Сейчас я сделаю глоток воды. Хочу сказать, что вода удивительно сохраняется. Она сохраняет очень свой вкус. Конечно, надо хранить в холодильнике, не под лучами солнечного света. И да, я ощущаю постоянный заряд. Это не вопрос внушения. Вы можете сами попробовать воду из этого родника. Когда окажетесь на вот товаре, убедиться в том, что она отличается от воды из-под крана или той воды, которую вы можете купить в бутылках. Даже какую-то вкусную воду вам будет с чем сравнить. Это одно из путешествий, которые мы планируем. Второе путешествие, которое радикально отличается от путешествия по товаре, по местам силы, таким специфическим, это путешествие по Франции. Грандиозный проект планируется на весну. Если вот товар это осень, сентябрь, то путешествие по Франции это весна, это более дешевые отели, еще не лето, еще не сезон. Но во Франции уже тепло и целый комплекс мест силы, самых разных, от готических храмов, всяческих лабиринтов, всяческих мест, где происходили какие-то события. Не буду раскрывать сразу все секреты. Это недельное путешествие, даже я бы сказал, не просто недельное по плану, это 9 дней по всей Франции. И магия, и энергетика, и архитектура, и история, и истории, да, то есть какие-то уникальные места, в которых что-то происходило. И друиды, то есть и масса практик, которые мы будем выполнять в процессе. Еще раз скажу, что места силы отличаются тем от всех других мест, что именно в этих местах выполнение различных практик саморазвития максимально благоприятно. Например, на товаре вы ощущаете усиление, да, то есть усиление того, что вы делаете, загаданного желания, внутренние работы, настройки, намерения, в общем, всего того, что вы проделываете. Какая-то внутренняя чистка, внутренняя трансформация. А вот, соответственно, если мы говорим о путешествии во Франции, по Франции, по французским местам силы, ну, можно сказать, конечно, не все мы места силы объедем, но такие главные, мощные, самые известные, мы успеем побывать. И там это, безусловно, набор новых переживаний ярких, погружение в историю, погружение в хроники Акаши, связанное с этими местами, и практики на развитие чувствительности, потому что без этого трудно работать подобными местами, да, то есть вам будет необходимо включать в ваше внутреннее восприятие, включать интуицию, для того, чтобы ваши переживания были максимально яркими, максимально достоверными. Вот, поэтому и для того, чтобы их можно было как-то объективизировать, сопоставить с историческими фактами. Возможно, мы напишем какую-то новую страничку в истории событий Франции, из совокупных медитативных путешествий, запишем, создадим определенный дневник нашего путешествия. Я думаю, что это будет хорошая практика, записывать каждый день впечатления, а потом их суммировать как общее впечатление о поездке. Скажем так, мы окажемся в самых вкусных, самых интересных, самых загадочных, самых мощных местах. И да, 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 в наше путешествие также входит место, чем-то схожее с товарами, но принципиально другое. Там тоже есть мегалиты, но явно поставленные все-таки людьми. Тем не менее, они также обладают таинственно-магической природой, и их очень много. Поэтому с точки зрения ощущений и переживаний также будут очень яркими. Итак, две поездки. Одна сентябрь, вот товар Карелия. Вторая Франция, это весна, дат пока нету. Я, естественно, вас извещу. Есть группа путешествия и на вот товару, и группа есть путешествия по магической Франции. Да, то есть все эти группы есть, в них можно вписаться, группа ВКонтакте, и какую-то информацию уже почерпнуть. У нас будет еще трансляция, посвященная и тому, и другому путешествию. Сейчас мне хотелось бы подвести общий итог. Общий итог заключается в том, что места силы – это места, оказавшись в которых, вы получаете стандартное для этого места силы ощущение в теле. И обязательно измененное состояние сознания, которое вызвано не вашей практикой, а просто тем, что вы в этом месте оказались. Если это есть, то это место силы можно назвать местом силы. Существуют места силы условные, которые требуют вашей настройки, вашей внутренней работы. Таковы множество религиозных храмов, которые часто расположены на каких-то бывших капищах и дорелигиозных местах, где совершались ритуалы. Вот там надо настраиваться. Есть культурные места силы, где требуется ваша внутренняя работа с воображением, ваша вера. И там тоже можно получить какие-то ощущения. Но вот те места силы, которые я считаю настоящими, они работают без вашего участия. И в этом их уникальность. Как правило, они очень мощные. Слабенькие места силы, но их много. То есть любой ключ, который бьет из земли, полезный для вашего здоровья, можно назвать маленьким местом силы. Но мощные места силы, они не проедут, не проедешь мимо, прочувствуешь. Самое главное, что вы очень четко ощущаете, когда воздействие этой места силы прекращается, когда вы выезжаете за пределы влияния, за пределы этого энергетического поля. Вы четко ощущаете, что процесс закончился. Итак, давайте мы будем загругляться. Я сделаю еще один глоток магической воды. Но она не магическая. Правильно сказать, она содержит энергию и микроэлементы с места силы товара. Это местный родник. Так вот по глотку, поддерживая свою внутреннюю силу, мне хватает ее на весь год до следующего путешествия. Я считаю, что это хороший способ прикоснуться и ощущать поддержку. Все-таки наш организм состоит из воды, и тут можно говорить и об информации, и о магнитном поле, и о микроэлементах, очень о многом. Поэтому я использую такое действие. И мы обязательно поговорим еще о товаре, о каких-то специфике того, что нам потребуется для этого путешествия, о том, что там можно почувствовать, увидеть. Там много всего интересного. Я планирую совершать эти путешествия. Может быть, мы поедем еще и летом, когда будет очень тепло. Но все-таки хотелось бы, чтобы были ягоды. Значит, это самый конец лета. И обязательно сентябрь. Второе путешествие – это магическая Франция. Множество мест силы во Франции. Города, природные места. И, в общем, такая мощная экскурсия более чем на неделю. Следите за объявлениями. Я обязательно буду делать анонсы. Есть группы и группа подтовара. Есть группа «Магическая Франция». Там есть уже полезная, интересная информация, которую стоит почитать для развития, для подготовки. Ну что, давайте будем прощаться. До встречи в Перископе. У нас много будет еще интересных тем. Мы будем по-прежнему говорить и про духов, и про астрал. И я думаю, что в ближайшее время мы поднимем тему сексуальности, сексуального магнитизма. У меня есть два тренинга на эту тему. Один тренинг – это сексуальное взаимодействие на энергетическом уровне между мужчиной и женщиной. Муж между мужскими и женскими энергиями. И второй тренинг – это пробуждение женских энергий. По системе «Эталон женщины» тоже второй тренинг, связанный с сексуальным раскрытием и управлением восприятием в этом аспекте. Эти темы тоже будут освещаться в Перископе, в моих трансляциях, я думаю, что в ближайшее время. И до встречи! Смотрите офлайн, смотрите эту трансляцию на YouTube. Я стараюсь скачивать и размещать. И в группе «Перископ», если вы вписаны, вы также сможете посмотреть эту трансляцию там. До встречи и доброй ночи всем, кто не спит.